Всем привет! У меня сегодня новое видео, и если вы слышите, что у меня уставший голос, ребята, я только что снимала 45 минут, и потом я поняла, что темно, как в подвале, и нужно всё это делать, переделывать, в общем, переделывая видео, и поэтому это будет короче, абсолютно точно, потому что голос, да, голос не рад переделке. Итак, сегодня у меня новое видео, и мы поговорим о том вопросе, который постоянно мне задают, ребята, и как... Несмотря на то, что я делаю довольно много видео на эту тему, всё равно вопросы есть, постоянно вопросы есть на эту тему, поэтому хочу эту тему опять, опять осветить. И тема это, что же лучшее, то, что было раньше в отношении ароматов, или вот то, что сейчас в отношении ароматов. И у нас сейчас такой вот совершенно понятный стадик кейс, мы сейчас будем говорить об одном бренде, и о том, что я думаю насчёт того, какие ароматы были раньше у этого бренда, какие ароматы сейчас у этого бренда, и есть ли у них ароматы, которые были очень-очень-очень сильно давно, и те, которые есть сейчас, как они отличаются. Мы будем говорить об Ивраше, ребята. Не так давно я написала в своём инстаграме пост, в котором показала два аромата, которые у меня закончились. Я теперь публикую свои закончившие баночки, самые интересные именно в инстаграме, если вы ещё не подписаны на меня в инстаграме, просто подписывайтесь, внизу вы найдёте в инфобоксе всю информацию. Кстати, подписывайтесь на мой канал, больше половины сейчас меня смотрят неподписанными, поэтому подписывайтесь, вам этого ничего не стоит, а мне это очень приятно. Если в этом видео есть ароматы, а они есть, вы найдёте все ссылки, таймстэмпы внизу, так же, если на эти ароматы у меня есть ревью, вы найдёте их там тоже. Так вот, в этом посте у меня картинка была крема для рук и двух ароматов. Боттегаверда и второй аромат у меня закончился от Ральф Лорен. И аромат у нас называется Blue от Ральф Лорен, очень красивый аромат. Вы его у меня, скорее всего, не видели на канале. Нет, ну, наверное, я всё-таки его показывала, может быть, один, может быть, два раза. Было абсолютно чёткое от вас сообщение, от вас всех, кто голосовал. Голосование было в моём комьюнити на YouTube. Не показывать ароматы, которые сняты, либо не показывать ароматы, которые фланкеры, несмотря на то, что фланкеры могут быть ещё доступны. Но, в общем-то, не показывать никакие ароматы, кроме флагманов. Потому что, ну, их сложно достать, либо они стоят очень дорого, либо, вот, в общем, не во всех странах есть ароматы. В общем, именно поэтому я не, когда я делаю подборки, я не рассказываю об ароматах снятостях. У меня есть несколько видео об ароматах снятостях, но это конкретный аромат и конкретная снятость. Чаще всего это уже было по запросу. Итак, и под этим постом очень много людей, мне спасибо всем, кто комментировал, написало, ну что, зачем ты так слушаешь прямо уж так сильно? Делай то, как тебе нравится. В общем, если тебе хочется рассказать нам об аромате снятости, пожалуйста, делай. В общем, я решила это организовать именно в этом видео. Я хочу вам показать те ароматы от Ивраши, которых сейчас уже нет в производстве, но те ароматы, которые можно еще найти на барахолках, и обсудить тему. Также, чтобы рассказать вам, в общем-то, мой взгляд на то, стоит ли гоняться за старыми версиями тех ароматов, которые производится сейчас. Или стоит ли вообще гоняться за старыми ароматами Ивраши. Конкретно мы говорим именно об этом бренде. Когда я буду говорить не об этом бренде, я буду об этом отдельно упоминать. Итак, я очень, короче, надеюсь, что вы поняли, о чем сегодняшнее видео. Приступаем. Первая вещь, и это самая главная вещь, на которой, наверное, построено все видео, это вот такой вот очень красивый аромат от Ивраши, который называется Вербена. Вот так он выглядит, это та версия, которую сейчас уже не производят. У меня есть новая версия, я ее специально не показываю, но у меня в коробке смысл ее показывать, она еще не раскрыта. И у меня была версия, старая версия, которая еще была в бутылках по 125 миллилитров. Сейчас у меня ее уже давно-давно нет. И поэтому тем самым я имею, имела старую версию, я имею промежуточную версию. Я знаю, я тестировала новую версию, несмотря на то, что моя она закрытая, я все-таки тестировала вот новую, новую версию Вербены. И что хочу сказать, ребята, зачастую мне пишут сообщения, стоит ли покупать старую версию, ну вот Вербены, например, или, например, что это у вас, колокольчик, или, например, версию вот, вот это, это у нас Сирей. Стоит ли покупать ее в старом разливе? Я сейчас говорю исключительно о Вербене, но мне кажется, и я еще основываюсь на аромате Сирень, что те ароматы, которые были раньше у Ивроше, и это относится к Вербене, это относится к Сирене, это относится к другим ароматам, например, еще был вишневый цвет, роза. Те ароматы Вербена, по старой памяти, тот самый старый флакон, 125 мл, этот флакон, новый флакон, это один и тот же аромат, один и тот же, абсолютно. У него такая же нулевая стойкость, от него также много радости, он такой же яркий, сочный, нестойкий, очень красивый, очень бодрящий, особенно утром, особенно летним утром. Это очень классный аромат, но он для меня абсолютно такой же аромат. То же самое касается вот такого вот аромата Сирени. Аромат Сирень был в другой линейке, не в той линейке, в которой был Вербена. Аромат Сирени был в линейке Pure Desire, и там была очень большая линейка, в ней даже, кстати, была лаванда, что не очень часто мы можем видеть в ароматах, моноароматах. Так вот, Сирень, которая была в Pure Desire, и Сирень, которая у нас есть сейчас, которые, кстати, её сняли, это одна и та же Сирень. Поэтому, когда я слышу, что лучше, вот эту Сирень, либо, например, ту Сирень, которая в Pure Desire в очень больших красивых бутылках, таких длинных, округлых, Ребята, то, что вы можете сейчас купить без огромных наценок и без каких-то пируэтов, совершенно ненужных, для меня, я сейчас говорю просто о себе, для меня, мне иногда хочется очень купить некоторые ароматы, которые нужно заказывать, которые нужно за ними, очень уж сильно гоняться, ну, прям уж очень сильно. Несмотря на то, что я парфюмерный сталкер, я себе сама так говорю, я, если я хочу какой-то аромат, я его выслеживаю, я его смотрю, я его ищу, но иногда есть ароматы, ради которых нужно такое усилие делать, что мне не хочется, что желание этого аромата, оно намного ниже стоит, чем усилие, которое нужно предпринять, чтобы этот аромат получить. И поэтому вся прелесть от этого аромата для меня, она уходит, потому что несоизмерима прелесть этого аромата с тем, что же мне нужно для него сделать и сколько же мне нужно за него заплатить. И когда мне говорят, вот, например, ту самую вот вербену, кстати, вот про вербену, как раз у меня и спрашивали, вот есть вербена, которая сейчас, и вот есть у меня возможность купить ту, которая вот 125 мл, что ты посоветуешь? Ребят, во-первых, не нужно думать, что те ароматы, которые были раньше, они качественные, чем те, которые есть сейчас. Те ароматы, которые были раньше, они были немного другие, потому что, во-первых, очень много времени прошло в создании того аромата. Были другие ароматные законы, были другие ноты, которые, может быть, сейчас их запретили, потому что они признаны более токсичными, либо они слишком дорогие для того, чтобы их использовать в ароматах, их заменяли синтетикой. Поэтому, может быть, аромат звучал раньше по-другому, но поверьте мне, вот поверьте просто. Я первого того аромата вербена, я делала пшиков 15-20, когда я шла утром, пол-седьмого утра сначала на работу, потом на учёбу. Этого я делаю 15-20. Нового я, конечно, не делала 15-20, я его тестировала в магазине, я сделала пшиков, наверное, шесть. Всё-таки, тем более, ну, в магазине я решила не особо наголеть. Аромат по своему раскрытию – это то же самое, по своей нестойкости – это то же самое. И даже если какой-то ингредиент в первой вербене был натуральный, а в этой вербене, ужас-ужас, он не натуральный, если только у вас не супер абсолютный нюх, вы, наверное, это почувствуете. Но вряд ли, потому что если бы с тем ароматом вам нужно было делать, вот с этим ароматом вам нужно было делать, например, 5 пшиков, с новым 20 пшиков, а вот со старым только один, и ощущения от одного и от 20 одинаковые, тогда бы я сказала, берите, конечно, старую версию, она круче. Но нет, 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 ребята, версия на мой нос, а я знаю все три версии – это абсолютно та же, та же версия, это та же история. То же самое происходит с вот этим вот ароматом, очень красивым ароматом, очень реалистичный, тонкий, прозрачный аромат, очень классный, сирень, прям такая натуральная сиренечка, и пюртезир, сиреневый аромат, я его очень хорошо знаю, очень хорошо знаю, этот я очень хорошо знаю, это одно и то же. И да, пюртезир – это старая, старая линейка, поэтому там тоже могли быть какие-то ноты, которые сейчас их уже нельзя использовать, потому что они слишком дорогие или слишком они какие-то токсичные, да, сейчас их заменяют, ну, это одно и то же. Поэтому не всегда трава зеленее, трава была зеленее раньше, трава, вот в отношении этих ароматов, трава сейчас такая же зеленая абсолютно. Поэтому этим своим видео я хочу сказать, хочу донести мысль не гоняться за призраками. Если вы знаете аромат, если вы знаете аромат, который вы хотите купить, если вы знаете аромат вербены, 125 мл, и вы хотите только лишь его, только лишь в той красивой упаковке, в красивом таком флаконе он был вот так вот как-то сделан, такой плоский, такой чуть-чуть, приплюснутый. Это одно, но когда вы не знаете того аромата, вы не знаете этого промежуточного аромата, вы просто хотите вербену, и вам кто-то нашептал, что раньше она была лучше, но у вас нет даже возможности сравнить. Не слушайте этот шепот, не слушайте его, не нужен он вам. Купите то, что у вас есть, под рукой, купите то, что вы можете купить в магазин, пойдя в магазин, протестируя и купите. Потому что, ну, есть определенные люди, которые почему-то считают, что раньше парфюмерия была лучше, у нее был раньше стандарт золотее, сейчас он хуже, сейчас он серебряный стал. Нет, я считаю, что раньше парфюмерия была такая, сейчас она другая, но сейчас она ничем не хуже, чем то, что они делали раньше. Сейчас ароматов гораздо больше, чем раньше, это да. Далее, еще один, еще одна такая тема. Стоит ли гоняться за ароматами, которых сейчас уже нет? Это мы уже не говорим о вербене, мы уже говорим о вот этой вот серии, я уверена, что вы узнали эту серию. Это Secret Desense, это у меня Accord Chic, это у меня Neroli. Очень красивые ароматы, Neroli у меня еще есть в другом флаконе, в обновленном флаконе, кстати, Neroli, вот и обновленный, нет, Accord Chic, простите. Accord Chic у меня есть в обновленном флаконе, но обновленной версии тоже уже давно нет на сайте. Я помню тот момент, когда вот эту всю версию, она была прекрасна, она была прекрасна, вот эта вся серия, она была чудесна. Ее сняли, чтобы дать ход другой серии, другая серия, которая у них сейчас есть на сайте, которая называется La Colision. И это очень большая серия, там 10 ароматов, у меня есть 5, из этих 10 ароматов, пардон, пидстоп. Это хорошая серия, но, но, если мы сравниваем, что ради той серии сняли вот эту, я не согласна. Лучше бы они оставили вот эту, расширили бы ее, но оставили. Если мы не сравниваем, то вот эта серия, которая сейчас актуальна есть, она довольно-таки неплоха, да, стойкость там хуже, на мой взгляд. У меня есть 5 ароматов, я знаю, о чем я говорю. Она хуже, чем в этих ароматах, но это абсолютно другие ароматы, это абсолютно разные ароматы. И, наверное, Евроше сделали свои выводы, наверное, они привлекли всю свою маркетинговую, всю свою команду, которая у них делает и отвечает за ресурси и девелопмент. И они поняли, что, наверное, нужно эту версию снимать и давать ход чему-то новому. То есть они не сняли курицу, которая несла на золотые яйца, ребята. Ну, это было бы глупо, это было бы очень глупо. То есть они сняли эту, дали ход другой серии. Она не хуже, если мы не сравниваем. Для меня вот эта серия, которая есть сейчас, актуальная серия, она более простая, более распространенная. И таких ароматов больше. Вот все-таки таких ароматов, как вот этот вот прекрасный Нероли, таких мало, на самом деле мало. Но если уж мы говорим, стоит ли идти на какие-то там жертвы, очень сильно, очень долго искать этот аромат, вот этот вот Нероли, и без затеста его покупать, стоит ли это все. Я не могу вам сказать, что это стоит. Я люблю этот аромат, я знаю этот аромат. Я, если бы мне нужен был он, еще один аромат, я бы его купила, потому что я его знаю. Но сказать человеку, вот он у меня, например, спрашивает, у меня вот есть Нероли, да, и заканчивается, хочу еще один аромат. И я так, вот этот вот, ищи вот этот вот. Лучше посоветуй тот аромат, который есть, который сейчас производится. Потому что советую аромат, которого уже давно нет, ты советуешь человеку без возможности затеста купить кота в мешке. Потому что, все-таки, несмотря на то, что серия, это мне очень нравится, все-таки это просто аромат. И тот аромат, который нравится мне, он может не понравиться вам. Например, если вы смотрите на эту пирамиду, вот, например, в Аккорд Шик, да, и вам все нравится, и вы думаете, какой же был классный аромат, и вы заказываете, и вы понимаете, зачем я это заказал. Ведь таких ароматов очень много. И вы будете правы, потому что, на самом деле, это не какой-то аромат суперреволюционный. Это очень хороший аромат, очень. И я бы его купила еще раз, правда. Но, грубо говоря, если вы не знаете, то вам не нужно о нем тогда думать, потому что все равно вы не можете его протестировать. И ощущение, и возможность того, что вы можете быть разочарованы, она все-таки велика. Она 50% тут, или да, или нет. Вы можете купить, ожидать, переплатить этот аромат. И разочароваться, потому что, как вы можете разочароваться в любом аромате, и в Роше абсолютно никак не отличается в этом смысле от других ароматов, вы можете купить, вы можете ожидать, и вам придет, и вы скажете, и что это? Вот это вот я ждала. Так тогда гораздо лучше просто отправить человека в магазин, сказать, есть такой аромат, производится он сейчас, есть, вот иди, тестируй. Мне кажется, это логичнее. Поэтому еще, еще один плюс в копилку того, что все-таки не стоит так уж слепо гоняться за призраками. То есть это тот аромат, который был. И я не хочу, чтобы это прозвучало, как этот аромат только для избранных, только для тех, кто его знает. Нет, это совершенно обычный, очень хороший аромат. Я уверена, что если вы его купите, вы отметите, что он хорошо сделан. Я просто за то, чтобы как можно меньше покупать вслепую, потому что, особенно если вы не особо уверены в том, что понравится вам этот аромат или нет, просто жалко денег. Вот и все, просто жалко денег. Естественно, если уж вопрос стоит так, что вот хочется купить какой-то аромат, снятый у Ивраша, я бы, наверное, посоветовала все-таки что-то из этой линии. Потому что из этой линии у меня есть несколько ароматов, и мне не нравятся все, все. У меня была роза из этого аромата, и я использовала 15 мл этой розы, что для меня, для нерозового любителя, это много. Поэтому эта линия сделана хорошо, и разочароваться вы в ней можете только лишь в ее звучании, звучании конкретного аромата, но не в том, как сделан этот аромат, не в качестве, не в стойкости, не в красивости, не в красивости, а просто именно в самой пирамиде. Вам просто может не понравиться запах, но не качество этого запаха, не качество парфюма. Еще один аромат, и еще одно рассуждение насчет того, стоит ли вообще заморачиваться. Вот Клеа от Ивраша. Это старый аромат, очень старый аромат. Он был создан в 81-м, по-моему, году. И этот аромат я раскрыла, где-то, наверное, за час до начала видео, того первого, который, который был в 45 минут. Вот коробка от этого Клеа. И здесь очень часто мне, вот даже не так давно пришел вопрос, Что ты думаешь насчет аромата F от Ferragamo? Стоит ли покупать? У меня этот аромат был, я его знаю, он мне нравится, и я бы его купила. Но стоит ли покупать его кому-то, я не знаю, потому что я не знаю, сколько за этот аромат хотят. Какие ароматы любит этот человек? Какие у него есть? Какие у него отношения с брендом Ferragamo? То есть это все то, на что может ответить конкретно лишь этот сам человек, лично. И когда у меня спрашивают, вот аромат какой-нибудь старенький, вот Ивраша, стоит ли брать? Я вот вам просто пример. Клеа. Этот аромат был сделан 11 лет назад. Я пробила по бачкоду и по чайфреш, я не знаю. Насколько аккуратны там вот эти все данные. Ну, я думаю, что так оно и есть. Где-то ему, значит, лет 11 этому аромату. Стоит ли за ним гоняться? Стоит ли думать, что это тот аромат, который вам нужен? И что вы ничего не найдете подобного в парфюмерии сейчас? Я не думаю. Я этот аромат не буду носить. Я этот аромат... Этот аромат, он схож. Для меня, для моего носа с ароматом от Dolce & Gabbana я оставлю ссылку на этот аромат от Dolce & Gabbana. И здесь есть не то, что это налет времени. Просто с таким ароматом у меня ассоциируется все-таки женщина постарше, чем я. Я не моложусь, я не делаю секрета. Мне 38 лет. Я не делаю секрета из этого. Но, тем не менее, этот аромат даже на 45-летних, 50-летних, я как-то не очень его слышу. Нет. Возможно, если вам 22 года, вам нравится этот аромат, конечно же, тогда используйте его, никого не слушайте. Но если уж мы говорим о разделении ароматов, на какой возраст, то, конечно, все-таки это для женщины постарше. Либо для женщины, которая, может быть, была ребенком в то время, когда этот аромат был создан, и она его помнит, помнит, что этот аромат был у бабушки и у мамы, и вот ей хочется его тогда, да. Но если вы с места в карьеру заказываете аромат, о котором вы не имеете никакого понятия, особенно если этот аромат 81-го года, то есть возможность, что он вам все-таки не очень пойдет. Еще один стоп, ребята. Далее. Я не думаю, что... Точнее, я уверена в том, что ароматы, которые были у Евроше раньше и которые производятся сейчас, это одни и те же ароматы. Например, у этих ароматов это Soul Elixir. Я их очень люблю. Это еще одна пара ароматов открытая. У меня еще одна есть пара ароматов закрытая. от Евроше, вот эти вот Soul Elixir. Очень люблю эти ароматы. Обожаю здесь ладан. Здесь очень красивые, очень классные ароматы. И на них мне делают редко комплименты, но на эти ароматы иногда делают. Так вот, очень ладанно скроенные композиции, очень. И я купила свои первые ароматы, их уже здесь нет. Ни одного, ни второго. Давно-давно, когда они только начали производиться. Сейчас немного поменялась коробка. И я тут думаю, что вместе с коробкой поменялась, может быть, немножечко формулировка этих ароматов. Но я слышу этот аромат абсолютно таким же, каким я его слышала, когда я его купила. То есть аромат уже не новый, но в процессе времени он не изменился. Они не изменили формулу. Поэтому нет смысла покупать аромат, который производится сейчас. Нет смысла гоняться за его версией, например, там, десятилетней давности. Я сейчас это говорю просто только об Ивраше. Об Ивраше есть. Есть некоторые версии, например, у Живанши, на которых они пишут, например, урожай 2007 года, например. И есть смысл покупать именно эту версию. Я сейчас говорю именно об этих ароматах от Ивраша. И я считаю, что нет смысла гоняться за старыми версиями, потому что новые версии так же хороши, как и вот эти вот, как и новые. И то же самое с этой Авербеной. Несмотря на то, что все-таки бутылки у них изменились, аромат у них не изменился. А здесь не изменилась, и бутылка изменилась только немножечко сама коробочка, в которой этот аромат находится. И еще, еще парочка слов. Есть у меня аромат, который я очень люблю, но я не очень люблю, не так я его люблю, как синий аромат из этой коллекции. Синий у меня тоже есть, но у меня в такой очень-очень маленькой-маленькой мини-версии, там 5 миллилитров. Это у нас Ода Любви, та, которая у меня синяя версия, это Ода Мечте. И этот аромат давнишний, он давнишний. И я не знаю, стоит ли гоняться за этим ароматом, если он вам не идет в руки, если вы не переплачиваете. Если вам нужно за него очень сильно как-то переплачивать, не знаю, стоит ли его брать. Это красивый аромат, безусловно, красивый. Здесь сливовый аромат, очень богатый, такой темноватый аромат. Он темноватый, но он прозрачный. Я сейчас попытаюсь объяснить, то есть богатый запах, но тем не менее этот запах, он не наваливается на вас и не перекрывает вас. То есть он есть, но он все-таки дает дышать, этот запах. Очень красивая композиция, очень яркая, сливовая, черно-смородиновая. Здесь есть деревяшечки и здесь есть роза. Эта роза мне абсолютно никак не мешает. И очень часто у меня спрашивают, есть ли смысл покупать духи Неблина. Есть ли смысл покупать духи, вот смотрите, есть ли смысл покупать духи Минкшу. Вот Минкшу, кстати, и Неблина у меня были во многих вариациях, там их несколько. Есть ли смысл покупать аромат, вот этот вот Кокон, Неонатура. Для того человека, кто его знает, может быть есть. Но если, я просто пытаюсь вам объяснить, что, наверное, нет смысла так уж сильно загораться ароматом, который вы не знаете лично, вы с ним не знакомы лично. Потому что альтернативы можно найти. Альтернативы, и не даже альтернативы, а просто ароматы, у которых похожие пирамидам, которые можно сейчас найти без проблем. Ведь зачастую, когда человек хочет этот аромат, он не хочет его, потому что здесь слива, потому что здесь чёрная смородина, роза. Он хочет его, потому что его уже нет. Он хочет его, потому что все говорят, все, у кого он был, и все, у кого он там припасён, есть, что это круто. И ему хочется вот частичку, вот это круто. И я думаю, что это не очень правильный подход, потому что к аромату нужно относиться именно как к аромату, как к расходному материалу. Это то, что вы будете пшикать на себя, то, что вы будете пшикать на волосы, на одежду, куда хотите. Но если свет клином сошёлся у вас именно на этом аромате, именно на аромате, именно на том, что внутри, то есть вам не нужна слива, вам нужен именно этот аромат. Но тогда, скорее всего, вам он нужен был и нужен сейчас, именно потому что вы его знаете. А иначе как вы можете быть уверены, что он вам понравится? Тогда вам нужна просто слива. Здесь есть слива. Но сливовых ароматах их много. Они есть очень красивые. Они есть гораздо более доступные, чем этот. И доступные я сейчас не говорю о деньгах. Я сейчас говорю именно о том, кто вам его продаст. Его уже давно не делают. Либо вам нужно обладать частью того, чего уж не делают. Это очень интересный вопрос. И, как мне кажется, он очень интересный. И он, наверное, заслуживает своего видео. Вам нужно решить, зачем вы гоняетесь. Вы гоняетесь за части парфюмерной истории? Вы гоняетесь за сливой? Вы гоняетесь именно за этим ароматом? Если вы гоняетесь именно за этим ароматом, тогда, наверное, он у вас есть. Или он у вас был. Тогда это вообще меняет дело. Ищите, покупайте. Потому что они все равно есть. И все равно купить можно. Если вы гоняетесь за сливой, слив очень много, всяких разных. Есть очень такие черносливы, такие копченые. Есть очень прозрачные сливы. Всякие разные. Если вы гоняетесь за частью истории, тогда, в принципе, вам может быть только флакончик нужен. А не сама эта жидкость. Вы подумайте об этом, просто проанализируйте. И вот этим видео я хочу просто использовать это видео как возможность показать какие-то флаконы, которые я не показываю именно из-за того, что меня просили не показывать мои флаконы, которых уже нет. Ну, некоторые, чтобы не расстраиваться. Некоторые, чтобы у них не возникало желания бегать за тем, чего уже нет. Кстати, еще один аромат хочу показать. И это прекрасная была серия. Это были моноароматы. Это у нас кокосовый орех. Очень красивый аромат. Реально такой, знаете, жирненький кокосик. Очень классная штука. И одно время моя подруга, она просто обожала этот аромат. И она покупала его постоянно. Еще раньше была другая немножечко упаковочка. И покупала она и гель для душа, и я гель для душа тоже покупала. И крем для тела, я тоже его покупала. И если помните, еще были такие вот шарики в Иврашен. Но это было очень-очень-очень давно. И были вот такие вот подушечки маленькие. Давно. Очень много лет назад. В общем, это очень классная штука. Но вот эти ароматы я, наверное, все-таки не покупала бы с рук. Во-первых, потому что это опять та же самая болтовня, которую я только что сделала. Вам он зачем? Для того, чтобы прикоснуться к истории, вам тогда достаточно просто флаконов. Флакон вы можете найти очень много где. Пустой флакон. Вам нужен аромат кокоса, моноаромат. Их очень много. И есть вот практически такие же самые ароматы. Потому что, когда мы говорим о моноаромате, ну, они более-менее одинаковые. Если вы думаете, что кроме этого кокоса ничего нет лучше, ну, я так не думаю. Есть гораздо более интересные кокосы. И с вот такими моноароматами всегда есть небольшая возможность купить уже такую химозину, которая... Ну, это мое личное наблюдение. Я не знаю, насколько вы хотите меня поддержать, либо опровернуть мою теорию. Такого, главное, ароматы, они гораздо чаще и гораздо быстрее тухнут, чем все другие. Мне повезло, что этот аромат не тухлый. Просто повезло. Есть еще одна группа ароматов. Это лимитки. Лимитки Ивраше, того аромата, который еще производится. Я этот аромат не взяла. Гений. Натурель. Натурель от Ивраше. И вот такие вот ароматы. Вот так они выглядят. Это фланкеры от Натурели. Сам флагман, он более прозрачный. Такой голубой бутылочки. Так вот, у меня здесь фланкер Османтус и фланкер Блё Вежитали. Это очень красивые ароматы. Тоже зачастую у меня спрашивают, а стоит ли покупать их вот эти вот фланкеры этого аромата. Мое мнение, что, наверное, в зависимости от того, как много вам нужно за них переплатить и как долго вам нужно ждать, как тщательно вам нужно их искать. В этих ароматах я люблю эту линию, вот эта вот линия Натурель. Я ее обожаю. Одно время, кстати, Ивраше часто и густо давали эти ароматы в подарок к покупке. И у меня даже так было, что я заказывала там три геля для душа, и мне присылали целый флакон этого аромата. Собственно, таким вот образом у меня и появились три аромата флагмана Натурель. В общем, это красивые ароматы. Я их сравниваю мысленно с Кевин Кляйн. Кевин Кляйн, вот эти вот их летние издания. У них есть общая составляющая, и потом каждый год у них какая-то небольшая нота. Есть, конечно же, очень отличные ароматы друг от друга, но в большинстве своем они друг на друга похожи. Вот это примерно такая же история. То есть это хорошие ароматы, это красивые ароматы, но, опять же, наверное, самое главное, что я хочу, чтобы вы вынесли из этого видео, это решите, зачем вы гоняетесь. За старыми снятыми ароматами Ивраше, потому что это Ивраше, потому что вы хотите это иметь, либо вы знаете этот аромат, и вы его хотите. И здесь то же самое. Вы для чего хотели бы приобрести этот аромат? Только из-за того, что это снятость, только из-за того, что этот аромат уже редкость. Несмотря на то, что это снятость и редкость, я вас уверяю, что сам аромат, он очень даже неплохой. Очень. Он мне напоминает Кевин Кляйлен. Вот это вот, это моя такая, знаете, обычная доза аромата. Так вот, красивая, красивая, свежая композиция. Но ничего революционного здесь нет, поэтому желать этот аромат просто потому, что кто-то сказал, что он самый классный, ну нет. И, кстати, это относится не только, конечно же, к этому аромату, а вообще ко всем. Вы должны просто проанализировать конкретно, что вы хотите от аромата. Вот этот, например, вот этот вот, очень красивый аромат от Ивраша, опять же, это у нас миндаль и брусника. Классная штука, очень классная штука. Это лимитка, это зимняя лимитка. И, кстати, насчет зимней лимитки. Ребята, сейчас вышла зимняя коллекция, я купила кое-что из зимней коллекции. Я, к сожалению, не купила парфюма, потому что на сайте, на нашем сайте парфюма нет. Но на французском сайте нет еще той коллекции, которую я купила. Я купила шоколад и апельсин, я купила продукты просто для тела. Но на французском сайте есть мой ванильный сад. Это рождественская коллекция, и там есть только парфюм. То есть я думаю, что, как обычно, они сделают две коллекции. Одна будет шоколадная, вторая ванильная. И в ванильный есть парфюм. Поэтому, если вам интересно, обычно вот эти ванильные парфюмы, шоколадные, рождественские, они очень классные. Этот вот очень классный. И опять же, как-то пришел ко мне вопрос. Это вот здесь так и написано, что это алимитированное издание. Стоит ли покупать этот аромат? Но не конкретно. Этот вопрос касался какао и груша. Или шоколад и груша. Не помню. У меня он был, но не... Нет, у меня он был и в парфюме. Я его просто подарила племяннице. Так вот, почему? Потому что это самый шоколадно-грушевый классный аромат. Да, он очень хорош. Но я не считаю, что он супер... Идеален. Я не считаю, что это тот аромат, лучше которого нет. Есть шоколадно-грушевые ароматы. Они есть. Просто нужно поискать. Или вы хотите из-за того, что это ленинка. Решайте для себя, но на самом деле тот шоколадно-грушевый аромат мне сам нравился. Но мне больше нравились именно продукты для тела. В этом случае, именно вот в этом бруснично-миндальном, дело обстоит наоборот. Мне меньше понравились продукты для рук. Мне больше понравилась именно вода. Еще у меня было несколько алимитированных изданий, именно рождественских. Я тоже их практически все отдала племяннице, потому что они ей нравятся. Они очень простые такие вот водички. Они хорошо пахнут. И это ей идет. Вот. Поэтому, да, не пропустите, не пропустите зимние алимитки. Посмотрите. Протестируйте их в вашем магазине Емроше. Я очень хочу, кстати, ванильный этот сад посмотреть, что он мне скажет. Вот. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Я очень надеюсь, что мы обсудим, обсудим то, о чем я сегодня вам рассказала. Кстати, еще одну хочу вещь рассказать. Я хочу вам показать этот аромат. Как видите, я его использую чуть-чуть. У меня есть еще такая вот маленькая версия. Это Мон Руж от Ивроша. Хотите ли вы на него обзор или нет? Если хотите, напишите, что хотим, пожалуйста, чтобы я знала. Кстати, Мон Руж очень красивый аромат. Очень интересный аромат. Мне он нравится. И бытует такое мнение, что ароматы, которые выпускаются сейчас, они довольно-таки неинтересные. Что вот то, что было раньше, оно гораздо более интересное. Вот, пожалуйста, несколько нот любви. Это лимитированное издание. Несколько нот любви. Для меня этот аромат колкий. Он какой-то колючий. И у меня не так давно был разговор с моей виртуальной подругой. И она мне сказала, так пахнет, так пахнут шипры. Ну вот, все возможно. Просто для меня, у меня есть другие шипровые ароматы, они не так пахнут колко. Вот с этим ароматом я почему-то не могу подружиться именно за вот этой вот колючести. Поэтому, а этот аромат, кстати, очень давнишний. Это какая-то супер-дупер красивая лимитка. Она на самом деле супер красивая. Так вот, для меня однозначно то, что делается сейчас, то красивее, чем то, что было раньше. Вот в этом случае абсолютно. Поэтому в завершении своего видео хочу сказать, ребята, не гоняйтесь за призраками. Особенно, если эти призраки не ваши призраки. Это не то, что у вас был этот аромат, вы хотите его еще. Вот как у меня так бывает. У меня был мой любимый Кошарель. Глория Кошарель. У меня он еще есть. Я хочу его еще. Но я его никогда не куплю по конской цене, за которую мне предлагали купить его. Это даже не обсуждается. И, наверное, иногда некоторые вещи, они остаются в прошлом, и пусть они там и остаются. То есть, то же самое и здесь. Особенно, если эти призраки вам навеяны другими людьми. Вот, например, если вам... Вы послушали меня, и вы думаете, что же это за Кошарель, Глория. Идете, читаете, и там вах-вах-вах. Ну, кто-то вах-вах-вах, как обычно. Кому-то это не нравится, этот аромат. И вы думаете, я его тоже хочу. Мне кажется, что это неправильный подход. Вы должны его протестировать. А иначе вы можете очень сильно разочароваться, потому что, как говорится, красота люди в глазах смотрящего. И зачастую, когда люди гоняются за старыми версиями, не зная новой, не зная старой, если аромат этот не производится, разочаровываются, потому что не знают, зачем они гоняются. Им приходит то, зачем они гонялись. И они понимают, что это просто аромат. И не стоило, не стоило гоняться. Поэтому, вот, решайте, конечно же, для себя, за себя. И просто знайте. И я в этом тоже твёрдо убеждена. Есть у меня ароматы, которые я очень люблю, и которые, к сожалению, уже, наверное, не повторятся. Например, тот же самый Midnight Poison, который мне очень нравится. И есть такие ароматы, я бы хотела, чтобы он повторился. Но если нет, то нет. Ароматов очень много всяких разных, новых. Можно хоть каждый день ходить тестить. Вы даже не перетестите все, поэтому нужно просто подходить рационально к покупкам и к беготнёй за ароматами. Это всё, что я вам хотела рассказать. Я желаю вам прекрасного дня, замечательного настроения. Давайте, комментируйте, ребята. Ставьте лайки. Это 45 минут это видео. То, которое было перед этим 45 минут, у меня уже просто горло... Ух... Разрывается. Я желаю вам классного, классного солнечного денёчка и прекрасной транзиции в выходные дни. Пока.